Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. На ней скафандр, как у космонавта, он очень тяжелый для нее. Будем снимать или там снимем? Там снимем. Хорошо. Еще что-то есть? Пока только это вижу. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Мезоли в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Мезоли поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Мезоли. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке? Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит она. Она снять хочет это. Хорошо. Сейчас с ним я даю команду силами его намерения. Скэнер помогает. Отключается этот скафандр полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Выходит из ее биополе вместе с ним. Выходят и все сопутствующие энергии и сопутствующие подключки. Все это отправляется в клетку тюрьмы. Да, будет так, а так есть. Скафандр вышел, он наполнен водой. Спрут огромный там. Вот так вот, да? Спрут поставил. Скафандр. Защита этой вода. Спрут, а кто тебе разрешал это делать, паразит? Вытащи его в другую клетку. И в клетку его кидаю в соседнюю. Без воды. Она очень большая. Отлично. Удар. 50 тысяч герц. Ну как свернул лапость под себя. Я тебя сейчас уничтожу. Я тебя сейчас паразит уничтожу. Что ты здесь устроил? Что это за скафандр ты установил? Он к нему хочет проникнуть. К кому? К скафандру. Это его дом. Ты сегодня проникнешь в галактическое ядро. Это единственное, куда ты можешь проникнуть. Замер в клетке. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой, мезоли под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки чужеродной энергии и воздействия. От этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И ответственность за эти подключки, воздействие энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел мезоли. Находит все. Сколько ты находился в биополис, пруд? А значит, он показывает ее. Маленькая, 7 лет ей. Она собирает камни. На море. Вот, один из них. Но она, да, идет по берегу, собирает камни. Ты был ответственен за проблемы с ее весом, что она не могла вес набрать. Ты перекрывал ей каналы. Он молчит. Он свернул лапы под себя, поджал. Я тебе сейчас открою порта в галактическое ядро, если ты не будешь отвечать. Открывается перед его клеткой порта в галактическое ядро. 1, 2, 3. Я три раза задаю вопрос. Если ты не отвечаешь, ты уходишь туда. Все понятно? Он показывает на нее и на себя. Он как кушал ее. Кушал ее? Да, съедал ее. Он ее весь съедал, и он съедал ее энергией. Хорошо, я не знаю. Я еще никогда не вызывал межгалактическую полицию из-за спрутов, но, скорее всего, придется это сделать. Значит, 7 лет ты находился в биополе человека. Он был меньше, он рос. Скафандр стоит 13 лет. Он создал свою среду. Как эта среда влияла на нее? Жизненной энергии забирала, выше которой не поднималась, как вода. Она была по грудь, выше нее не поднималась. Также энергии, у нее не было много энергии. Спрут, я не понимаю. У тебя какой-то контракт есть на это дело. Это бесчинство, то, что ты творишь. Это против всех законов мироздания. Ты забрал у человека право развиваться. Ты забрал у него, воровал энергии без его разрешения. Без контракта, без ничего. Ты просто паразитарная сущность, которая должна быть наказана. И ты будешь наказан. Итак, Вера, посмотри, пожалуйста, сколько у нас каналов. А то я с этим заговорился. Все каналы проявляются, и ты видишь их четко и ясно. Сущности проявляются, снимаются маски и голограммы. У нее нет больше каналов. У нее не было энергии на других. Хорошо. Сколько процентов энергии забрал этот паразит? 80. 80 процентов. Потому что нужна была энергия для этого скафандра и для него. Я у тебя сегодня заберу 80 процентов энергии. Точно так, как и ты забрал мне 80 процентов энергии. И ты это ощутишь на себе. Я посмотрю, как ты будешь выглядеть после потери 80 процентов энергии. Хорошо, я обращаюсь к Мезоле. Мезоле, вы видите эту ситуацию, вы видите этого спрута, который 7 лет сидел в вашем биополе, когда вы еще совсем маленькая была. Поэтому у вас все эти проблемы со здоровьем и были. Тонкая копия его знает, она его боится. Он доминирует у нее внутри. Мезоле, не надо вам его бояться, он сейчас боится вас. Я рядом стою, не беспокойтесь. Сейчас мы начнем реверс энергии, заберем все, что он у вас украл. И после этого будем разбираться дальше. У нас есть методы борьбы со всеми паразитами. Включительно этого, эту сущность. Но за 80 процентов энергии спрут, ой, ты пожалеешь сегодня, даю команду тонкой копии Мезоле спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в ее биополе. Канал также выстраивается к этому скафандру и к спруту. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Мезоле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Посмотри, что идет. Ты знаешь, у нее три канала. Один к спруту, другой к скафандру и третий к воде, которая в скафандре. И вода еще к каналу? Да. Хорошо, отлично, что идет к воде, интересно. Посмотри, пожалуйста. Значит, с водой она как синхронизирована вибрациями, такие как разряды идут электрические, соединяющие их. То есть она свои вибрации вкладывала в эту воду, чтобы ее наэлектризовывать. Это полнейшее истощение на всех уровнях, как на тонком плане, так и на физическом плане. К спруту идут его энергии. В какой-то момент она, до какого-то момента, вернее, она с ним боролась. А потом принял за свои энергии, да? А потом сдалась. Ничего. Но он обнаглел, он не был таким раньше. Он безнаказанность почувствовал. Спрут, ты почувствовал безнаказанность? В моих руках появляется шар атмана. Один, два, три. И бросаю его в спрута. С него жидкость какая-то вышла. Убираю энергию атмана. Уходит в меня. Это тебе предвкушение. Реверс закончился. Он сидел 33 года. 34 года, Вера. Хорошо. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Мезоли забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Мезоли себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Мне идет информация, что когда-то давно у нее был еще синий дракон, но он его полностью вытеснил. Хорошо. Это страдание не станет безнаказанным. Сегодня будет развязка спрут, серьезная с тобой. Смотри, от спрута, вернее от воды, возвращаются ее вибрации. Да. Потоком идут энергии ее от спрута, от скафандра, оболочки, идет ее ДНК. То есть он ее сделал из ее же ДНК, как еще одну копию, тонкую копию этого скафандра, но из ее ДНК. Это же паразит. Мезоли, вы помните эту боль, которую вы получили от этого спрута, которую вы сейчас видите? Вы можете ее дефинировать себе, вы можете вспомнить о ней? Может, она всегда в ней находится. Отлично, хорошо. У вас есть сегодня уникальная возможность вернуть всю эту боль назад, которую вы получали более 30 лет. Вы хотите это сделать? Значит, в ней эта боль, она... Манифестировалась. Она, знаешь, в сердечной чакре у нее. Тоской такой отдается. Хорошо, это все. Вы хотите вернуть тому, кто вам это дал? Тоска и неуверенность хочет. Отлично. Хорошо, ждем окончания реверса. И сейчас вернем всю эту боль назад. Закончился реверс. Отлично. И с силой моего намерения я выстраиваю. Канал у нас выстроен. Отлично. И по этим каналам Мезоли концентрируется сейчас на всей этой боли, которую она испытывала с 7-летнего возраста. И на счет 3 по каналам вся эта энергия, вся эта боль за все 30 с лишним лет возвращается с пруту. И он ощущает всю боль, которую ощущала Мезоли в течение одной минуты. 1, 2, 3. Пошел реверс энергии, пошел реверс боли. Все возвращаем назад. До 100%. Помогаю Мезоли моей энергии. Подхожу к ней. И она эту энергию использует для того, чтобы выдавить из себя. Из сердечной чакры, из всех своих тонких тел. Всю эту боль, которая началась с прута и его подключик была. Значит, ее тонкая копия, как я уже сказала, она боролась до какой-то степени. А потом вот этот спрут, он ей внушил, что бесполезно бороться. Тонкая копия знала, что у нее есть интерферент. Но знала, что не сможет с ним бороться. И это все скапливалось неуверенностью и тоской у нее в сердечной чакре. Хорошо. Как оказалось, это неправда. И есть те, кто могут вам помочь. И вы у них. Видимо, куратор достучался до вас. И вы нас нашли. А мы уберем это все. Ну, это боль, она жжет спрута. Отлично. Усилие потоки в сто раз. За одну минуту все назад. И спрут начинает терять до 80% энергии. Столько же, сколько теряла мезоли. Пошел процесс. Начинает истощаться. Отлично. Вот. Как ты 80% забирал. Вот столько 80% ты и отдаешь. Его лапы, они высыхают. Не лапы, как они называются. Щупальцы. Да. Бывает. Когда паразитом родился на свет. И приходится отвечать за свои действия. Бывает. Должен был знать, куда идет. И какие последствия будут. У него остается небольшая плоть. И эта плоть внутри наполнена вот этой тоской. И болью. Отлично. Готово. Отлично. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию мезоли с прутом, с кафандром и этой водой. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100%. Мезоли смеется. Она и смеется, и плачет даже. Она говорит, мы его наказали, он не вернется. Мезоли, можете не сомневаться, никогда он уже не вернется. Еще неизвестно, куда он попадет сейчас. Ему нужна вода, чтобы он восстановил силы. Хочу я ему давать эту воду или нет? Он давал ей возможность, не давал. Он ей внушал, что все хорошо. Вот я тебе говорю сейчас, прут, у тебя все хорошо, тебе ничего не надо. Ты проиграл этот бой, все. Схронизация закончилась. Отлично. Включаем внутренний белосвет мезоли. Этим светом нам выдалит из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных, негативной энергии выходит на частотах с прута, с кафандра и воды. Один, два, три. Все негативное патогенное фармируется в шар перед мезоли. Вышел в шар. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И даю команду мезоли на счет 3 сделать импульс высокой аббрационной шоковой удары и отсечь от себя все каналы к интерференту и подключкам. На счет 3, один, два, три. Удар. Отлетает каналы. Есть. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь прут. Более 30 лет сидел в человеке. Массивнейшее воздействие. 80% откачки энергии. Скафандр установил, воду установил. И качал, качал, качал. Человек терял вес и не мог никогда поправиться в жизни. Нанес массивнейшее воздействие. Ущерб перешел все границы. Мы ему вернули все. А что он так выглядит? Мы ему просто вернули назад. Всю эту боль, которую мезоли получила от него за это время. Ровно столько же, сколько он ей дал. Больше ничего. Понятно. Скафандр воду уничтожать, потому что может остаться какие-то частицы. Понял. Открывается воронка, галактическое ядро 1, 2, 3, скафандр. И эта вода до последнего микрона, до последней частички уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Спрата мы заберем. Хорошо. Иначе он будет действовать так же с другими. Больше чем уверен. Он перешел все границы. Он даже выгнал дракона, который находился в биополе несколько лет. Он создал еще один фантом. Из ДНК человека. И не подпускал никого. Скажи, этот фантом еще существует где-то? Где-то частички... Нет, вы уничтожили. Это был скафандр. Отлично. Благодарю тебя за информацию. Выглядел как скафандр. Да, выглядел как скафандр, да. Я, по-моему, первый раз встречаю такого агрессивного спрута с таким массивнейшим воздействием. Не думал о них так. Оказывается, есть и такие, и такие. Разные есть. Ты их всех видел. Они, в общем, какой-то как бассейн подогнали, и его туда поместили, и забрали все. Хорошо, отлично. Еще и бассейны мы сделали. Не заслужил. Хорошо, отлично. У нас клетка пустая. Посмотри, Вера. Да. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Мезли должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. К соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. У меня проклятие родовое. Вот так вот. Как оно выглядит? Информация показывает. Женщина украла ребенка, новорожденного мальчика, но убегает. И кто эта женщина? Она? Нет. Одна из ее прабабушек. И это родовое проклятие перешло, да? 1785 год. И мать ребенка прокляла, конечно. Хорошо. Так. Как выглядит это проклятие? Мать ребенка прокляла. А за своего сына прокляла. До седьмого колена не будет мальчиков в этом роду. Мне сейчас надо понять, кто проклинал. Есть у нас какой-нибудь артефакт? Нет, здесь нет магии, здесь есть проклятие. Это слова, которые она говорит. Кто это говорит, эти слова? Женщина, мать ребенка, которого украли. Какое отношение Мезель имеет к этому ребенку? Она его украла? В смысле ее бабушка? Прабабушка какая-то. Понятно. Ее прабабушка украла ребенка и была проклята до седьмого колена. Понятно. Хорошо. Эта женщина... Я сейчас ставлю монитор. Один, два, три. И на этом мониторе появляется эта женщина, эта ситуация. Мы ее показали уже. Хорошо. Я обращаюсь к этой женщине. Она меня слышит, которая прокляла. Она воплощена сейчас или она может с нами пообщаться? Ну, ее показывают в том времени. Она очень злая, построенная, агрессивная. Хорошо. Я сейчас силам его намерения выстраиваю к ней канал в то время, где это все происходило. 1785 год. Один, два, три. Я обращаюсь к этой женщине. Она меня видит, слышит? Она не видит и не слышит. Она убита горем. Хорошо. Я тогда обращаюсь к ее высшему я. Прошу высшее я выйти с нами на связь. Этой женщины. А вот она говорит, что молодец, додумался. Я давно мучаюсь из-за этой ситуации. Кто это говорит? Высшее я? Мы приветствуем высшее я. Я не знаю, простите, я не знаю, как даже как звали вашу частичку в 1785 году. И не знаю, как к вам обращаться. Представьтесь, пожалуйста. Назови меня Лонго. Лонго. Лонго, мы стали свидетелем сейчас этой ситуации. Мы хотим ее разрешить. Мы понимаем, что родственница Мезели, которая живет в нашем времени сейчас, находится в общем-то в такой ситуации, что она вынуждена с этим проклятием жить. Насчет ребенка и так далее. Я хочу сейчас, если вы согласны, обратиться к Мезели и попросить ее принести свои искренние извинения за родственницу свою, которая совершила этот поступок. Вы будете в состоянии принять это извинение за этот черный поступок? Да, я с удовольствием разрешу эту ситуацию, которая затянулась на долгие века. Хорошо. Я обращаюсь к Мезели. Вы свидетели этой ситуации. Ваша родственница сделала большой грех в 1785 году. И, соответственно, вот эта вся магия, это проклятие, оно действует. Вы должны сейчас извиниться перед Высшим Я, Лонгой, за свою родственницу, которая сделала этот поступок. Вы готовы это сделать, найти правильные слова? Я прошу вас. Я приветствую, дорогая Лонга. Я понимаю твою боль и понимаю весь абсурд этой ситуации, которой я не принадлежу. Слова, сказанные тобой, в те времена дошли до моей сегодняшней жизни, в моем времени. Я бы хотела, чтобы ты забрала их назад, а я же, в свою очередь, прошу у тебя прощения за поступок, совершенный моими предками перед тобой. Ты находишься на другом уровне сознания и можешь понимать и смотреть из другого измерения, понимая, что поступки иногда запланированы душой. А может всегда. Нам на земле этого не открыто, мы можем лишь догадываться. Ты знаешь это лучше, и поэтому с уровня своего Высшего Я, прости этот ужасный поступок моей родственницы и сними это проклятие. Благодарю. Лонга, вы принимаете эти слова? Да, эти слова коснулись меня в самое сердце. Я снимаю это проклятие и прощаю, прощаю, прощаю. Аннулировано. Да будет так, а так и есть. Мы благодарим вас, уважаемая Лонга. Я благодарю вас, потому что это очистило и мою душу. Безусловно. Я благодарю всех вас. Уважаемая Лонга, желаем вам всего наилучшего. Мы благодарим за эту прекрасную встречу Творца, что мы смогли познакомиться с вами и могли и вам помочь, и помочь нашей подопечной. Я желаю вам высоких вибраций, высокого уровня Высшего Я, чистых энергий, вашей частички и всего наилучшего. Благодарим вас еще раз на этом месте. Я лишь хочу сказать, что женская радость вернется к тебе после принятия того, что ты узнала, и адекватного, понятного решения. Благодарю всех за то, что случилось сейчас. Благодарим и мы вас. Всего наилучшего. Лонга. Прощаемся с вами. И рассинхронизируйся. Верочка. Убери экран. И убирай экран. Готово. Отлично. Хорошо. Мезали. Большое дело сделали. Мне вернулась радость красным цветом внутри. Вернулась радость. А другие контракты еще есть? Есть, но они не действующие. Хорошо. Давай тогда сейчас. Все эти договора аннулированы. Они все аннулированы, их можно скидывать. Открывай портал в галактической ядре 1, 2, 3 и все аннулированные контракты и договора, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Посмотри, сколько энергии нужно Мезали и какая частая абрация будет для нее максимально комфортна. 428. На счет 3 в макушку головы Мезали начинает поступать 7 высокоабрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет. Усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Но руки вперед выставляют, а из них вибрации энергии выходят лучами. Но наполняется. Тяжелее становится. Наверное, первый раз в жизни за столько лет, если 7 лет сидел с пруд. Жарко едет энергии, щеки горят. Хорошо. Пусть случаются энергии, щеки горят. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Но в ней идут процессы еще все. Но они будут продолжаться, ты это хотела сказать, да? Да. Да, конечно. Там несколько дней будет все идти. Мезали, мы закончили сейчас вашу чистку. У нас еще осталась чистка вашей квартиры. Как вы себя чувствуете? Я пока купаюсь в энергиях и чувствую их. Вижу. Не могу ответить и описать правильно свое состояние. Но это что-то новое. Хорошо. Пусть тонкая копия Мезали вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 580. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Мезали до числового значения 580 Гц. Пошел подъем. Есть. Она благодарит. Во благо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мезали в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее энергии по телу расходятся. По чакрам занимают свое место. Тепло идет. И излучение из нее идет этих энергий. Как лучи выходят из нее. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok